А российские газеты на этой неделе написали о будущем, задумалась Алла Пугачева. Якобы Примадонна прикупила себе участок на Кузьминском кладбище Москвы. Потом, впрочем, Алла Борисовна дала опровержение, мол, все это слухи. Журналисты тут же вспомнили, как лет 10 назад тоже ходили похожие разговоры. Только речь тогда шла о кладбищенской земле в Иерусалиме на Масленичной горе. Ну, надо заметить, в России это вполне возможно еще при жизни озаботиться покупкой места на погосте. Да и выбор широкий, особенно в Москве. Вот, например, объявление из интернета. На Домодедовском кладбище еще относительно недорого – 500 евро. Другое дело – Ваганьковское кладбище. Участок под захоронение готовы продать за 30 тысяч евро. Видимо, престижнее. Ну, мы решили выяснить, как в России и не только работает бизнес на костях. В Москве на один престижный погост стало больше. Достаточно было одного только слуха о том, что Алла Борисовна приобрела участок на Кузьминском кладбище. В России престижность кладбища обусловлена, в принципе, теми, кто там захоронен. Поэтому, да, естественно, будет влиять на это. Чем ближе к кали, тем дороже будет стоить. Кладбище давно стало территорией бизнеса. Клиент приходит мотивированный, сроки, как правило, сжаты, этим и пользуются. Нет никого потолка. Место на закрытых кладбищах стоит ровно столько, сколько люди готовы за него заплатить. Есть цифры, где место может стоить 200 тысяч долларов. Реформа похоронной индустрии не за горами. Процесс сдвинулся с мертвой точки. ФАС вышел на тропу войны с ритуальными монополиями. Вот этот набор поправок, он призван, конечно, оздоровить ситуацию вокруг кладбищ. Создать условия для снижения цены. Создать условия для защиты прав потребителей, если так можно выразиться. Конечно, потребителями. Мы все, у нас у всех с вами в этом смысле неблагоприятный прогноз. Мы все когда-нибудь воспользуемся этими услугами. Однако спрос рождает предложение и люди все равно будут искать место для упокоения поэлитней. На этой потребности федеральная антимонопольная служба предлагает зарабатывать частным предпринимателем. Вот этот финансовый поток обеспеченных людей направить в цивилизованное русло, понимаете, и цивилизованным способом дать возможность ими реализовать свои потребности. Не давить на муниципальное и общественное кладбище своим вот этим вот коррупционным потенциалом. Пока поправкам предстоит долгий путь согласования и утверждений, российские потребители изучают международный рынок, заранее готовят место для погребения. Процентов 80, почему они хотели быть похоронены за границей, потому что они здесь хлебнули, когда они хоронили своих родственников. То есть, во-первых, это вылетело в копейку, вылетело не только в копейку, но и в нервотрепку. Для тех, кто желает уйти в мир иной оригинальной и кто не хочет трепать себе нервы, штат Флорида готов предоставить свои подводные пространства. Теперь в воде можно не только рождаться, но и быть погребенным. Все строго по прайсу. Многие из наших клиентов говорят нам, что хотели бы, чтобы их похоронили иначе, чем были похоронены их родители и члены их семей. Они чувствуют в этом выборе что-то позитивное. Они не будут одиноки. Их прах будет покоиться в окружении подводных обитателей. Сначала кремируют, потом прах смешивают со специальным цементом и устанавливают памятников грунт-рифа. Такая похоронная церемония не только удивит, но и успокоит. Кругом вода. Минимальный инструктаж и вы в траурном заплыве. Навещать, конечно, не так часто получится, зато фотосессия и видео в семейном архиве напомнят о скорбных минутах. Пуэрто-Рико похоронят в земле, но прощание обещает устроить феерическое. Он больше жизни любил свой байк. На семейном совете решили, в мир иной должен идти на нем верхом. Для нашего похоронного бюро это дело обычное. Клиенты просят забальзамировать, мы и рады. Это наша работа. Главное, чтобы клиенты довольны были. На цене это никак не отражается. Бальзамирую, не бальзамирую, цена одна. Это Дэвид Моралес Калон, собственной забальзамированной персоной. Ему было всего 22, когда его убили. Вот он при жизни, а это на смертном одре в кругу семьи. В Гане гвоздем погребальной церемонии стали гробы. Реку Ханангу можно заказать гроб вашей мечты. Его бизнесу полвека. Первый ящик для погребений в виде самолета сделал его дед. Для бабушки та всю жизнь грезила о полетах, но мечта так и не сбылась. С гастрольным туром гробовых делмастер побывал в Новосибирске. Устрашающие цифры смертности от алкоголя в России вдохновили на гроб в форме бутылки водки. Второе произведение сакрального искусства он посвятил поклонникам рыбалки. Хранить такую красоту рука не поднялась. Российские работы Эрика стали экспонатами местного музея. И глаз радуют и получают. В коллекции музея хотят собрать все летальные пороки и ждут следующего творения Эрика. Для большинства россиян хендмейт-гроб не по карману. На обычный бы собрать денег. Однако получить ящик в качестве подарка не все рады. Обычный гроб голубого цвета. Вызвали милицию. Напились лекарства. Анатолий Петрович вызвали врача. Экс-глава района, почетный житель Пильный, Анатолий Дудкин, обнаружил скорбный подарок у ворот дома на 70-летний юбилей. Воспринял как оскорбление и пошел разбираться в суд. Теперь требует от депутата Евгения Тиханова 250 тысяч рублей. То есть готовил, когда. Все тут расписано. Вот по этой этикетке стали искать. Я еще не дожил до того времени, когда для меня такое изделие привезли. Пока время терпит, можно при жизни увидеться в гробу. Жителей Подмосковья ждет открытие нового бара с символичным названием «Вечность». Вход только в белых тапочках, на столе одна свечка, вокруг венки. За здравие можно выпить под салатик 40 дней и фирменное сало «Встретимся в раю». Начиналось все в украинском Трусковце, но там инициативу гробовщиков не оценила местная администрация. Гроб, бар разобрали, а идею, по последней информации, продали в Россию. Дескать, там с юмором получше. Мария Семенова, Оксана Джепуа и Виктория Заволжская. Вместе. Россия.